Добро пожаловать в новый эпизод Аудиодрома, в котором вы научитесь продавать аппаратуру с царапинами, увековечивать детей и узнаете, куда смотрят британские производители акустики. В видеоклипах и плейлисте сегодня исключительно один рок, в дичь недели попал несчастный, оказавшийся слишком крутым для обстоятельств, а в розыгрыше винила недели сайт проект Стивена Уилсона. Все это благодаря поддержке стереозоны, которая не устает дарить приятную скидку 5% на все, от аксессуаров и винила до дорогих британских колонок по промокоду AMHEAR для всех тех, кто придет в Питере на Лиговский 63 или зайдет на сайт стереозона.ру Компания Рега придумала изящный способ разводить сердобольных веломанов и продавать им поцарапанную технику. Ну ладно, про разводить я, конечно, перегнул палку, ведь на самом деле британцы таким образом заботятся об экологии и природе. Заявление компании гласит, Мы гордимся тем, что у нас работает команда людей в течение многих лет, занимающихся исключительно ремонтом или переработкой поврежденных деталей. К сожалению, всегда есть детали, имеющие косметические проблемы, которые считаются неприемлемыми в нашей отрасли для использования в продукте класса А. В некоторых случаях переделывать их не всегда экономически выгодно, и такие изделия, к сожалению, обречены на свалку. Это всегда самое последнее средство, но как ответственная компания мы чувствуем, что больше не можем принимать это как жизнеспособный вариант. В общем, друзья, теперь можно будет купить зеленый проигрыватель Рега со слегка поцарапанными деталями. Например, первым таким продуктом станет вертушка Planar 1 Ecodex с глянцевым плентом с небольшими потертостями или, например, с царапанным тонармом. Зато в качестве компенсации там могут оказаться какие-то детали от более старших моделей P2 или от P3. Цена на зеленый P1 в Британии ниже обычного аж на треть. 199 вместо 299 фунтов. Это, конечно, очень даже честно, на мой взгляд. Я вот раньше понять не мог, почему мой сосед все время ездит на поцарапанном хаммере. Оказывается, он просто так борется за экологию. В это же самое время известный американский производитель VPI продолжает увековечивать имена дочери основателей компании, причем делая это чужими руками. Ну, почти. Все началось со старшей дочери Мэтты Джейн Уэйсфилда в Шайлы, в честь которой был создан одноименный картридж красного цвета, сделанный на базе AT-ART9. В этот раз младшая дочь Голди воплотилась в новом зеленом картридже, в котором легко узнается известная головка аудиотехника ATOX-C9. Правда, не совсем понятно, сколько от какой из многочисленных их модификаций было позаимствовано. По заявлению Мэтта, цель состояла в том, чтобы создать более экономичный вариант, чем Шайла, но который все еще будет превосходить свою цену по звуку и будет простым в настройке. Настраивая звук Голди, как и в случае с Шайлой, мы сосредоточились на том, чтобы максимально проработать средний диапазон, сохраняя при этом сильный основательный панч и детализацию на верхах. У нового картриджа-кантилевер из Барона, заточка иглы Special Line Contact и выход 0,4 мВ. Цена – 1300 долларов, то есть на 700 долларов дешевле Шайлы. Как мне кажется, обе их головы – это хороший вариант получить более крутые версии отличных аудиотехниксовских голов, оставшись с их надежным проверенным конструктивом, но получив более изысканный, надеюсь, звук. В общем, девчонки, VPI, что надо. Канадский производитель аудиотехники SimAudio кардинально обновил модельный ряд, представив северную коллекцию своей техники Moon. И это действительно большая новость, потому что Moon – это не тот бренд, который каждый год выкатывает новинки. Они вообще говорят, что, мол, их техника для тех, кто хочет один раз купить и сразу на десятилетие. Кстати, я совсем недавно выпустил интересный ролик об истории этого бренда, посмотрите, если не видели. Новая коллекция North включает сразу три линейки разного уровня. Начинается все с интегральника 641 и с сетевого проигрывателя Slash ЦАПа 681. На следующей ступени стоят усилитель мощности 761 и предусилитель с цифровым проигрывателем 791. А на вершине – монстр-мощник с индексом 861 и топовый предслэш-проигрыватель 891. Все эти девайсы получили новый дизайн корпусов, который с одной стороны остался максимально узнаваем, но при этом заметно осовременился и стал более изящен в деталях, например, радиаторы стали изогнутыми. Ну и, конечно, все стало более продвинутым. Большие цветные дисплеи, многофункциональная электроника, современные интерфейсы и новейший софт, который, кстати, позволяет через приложение управлять всем железом, включая усилитель мощности. Цены традиционно для Moon относительно внушительные. 641-й интегральник будет стоить 11 тысяч долларов, сетевой проигрыватель 681 – 12 тысяч, 700-й мощник – 14 тысяч, а его предслэш-плеер – 16 тысяч долларов. Плагманский 800-й мощник оценивается в 22 тысячи, а его предслэш-цап – в 25 тысяч. Все девайсы дебютируют на ближайшем мюнхенском шоу, но доступны станут лишь к концу этого года. Легендарный британский производитель акустики Таной выкатывают новую модель колонок. Первую за 7 лет, между прочим. Однако новинка эта скорее смотрит назад, обращаясь к наследию компании, чем совершает революцию. Stirling 3 LZ Special Edition созданы в духе последних веяний переосмысливать олдскульные колонки. В последнее время многие бренды стали оживлять свои классические модели, и покупателям это очень нравится. Так вот, новая модель – это вроде как попытка оживить классическую модель 60-х годов Таной 3LZ Monitor Red, судя по названию. Однако она построена не как копия старых, а как омаж. Историческая модель и выглядела, и построена совершенно иначе. Единственное, что их объединяет, кроме названия, это использование коаксиальных динамиков Dual Concentric, которые, впрочем, и делают тонной-тонноем. Stirling 3 LZ Special Edition – это крупные двухполосные напольники, построенные вокруг свежей инкарнации их фирменного коаксиального драйвера Dual Concentric. В нем алюминиево-магниевый твиттер помещен в центр большого 10-дюймового бумажного диффузора. Для большего удобства на фронтальную панель вынесена панель подстройки звучания и щелевые порты фазоинвертора по бокам, что, по заявлению производителя, делает колонки заметно более терпимыми к размещению. Вот все хорошо, как мне кажется, в новой модели, но есть одно но. В то время как остальные производители, делая омаж своих исторических моделей, создают что-то сильно выбивающееся из своего современного модельного ряда, вещь в себе, то тонною этого эффекта достичь не получится в принципе. Куда бы они не смотрели в своих разработках, всегда получается, как будто бы 60-летняя классика. Кстати, цена новинки 12,5 тысяч долларов США. Еще один британский производитель Monitor Audio в это же самое время старается смотреть ровно в противоположную оттонной сторону. Monitor Audio это производитель, который имеет не настолько долгую историю, как тонной, и это позволяет им делать очень смелые вещи, такие как Hyphen. Впервые показанные как Concept 50 на прошлом мюнхенском аудио-шоу, сегодня Hyphen стали флагманскими колонками компании, которые можно купить. Новая модель создана такой, как ни одни другие колонки в мире. В основе Hyphen лежит так называемый Massive M-Array. Эта уникальная конфигурация, разработанная аудиоинженерами Monitor Audio, представляет собой ленточный твиттер, окруженный 6-ю 2-дюймовыми среднечастотниками, образующими вместе близкий к точечному источник звука, помещенный в свой изолированный алюминиевый корпус. В твиттере используется новая плессированная диафрагма третьего поколения MPD-3. Ее разработали собственными силами для прототипа Concept 50 и затем применили в серийных колонках платиновым последнего поколения. 6 2-дюймовых среднечастотников имеют диафрагмы RDT-3, то есть нового поколения. В основе этих диафрагм сэндвич-конструкция из слоев алюминиево-магниевого сплава SECAM и карбона, между которыми сотовая структура из материала NOMIX. MRA расположен прямо между двумя столбами hyphen, в каждом из которых находится пара мощных 8-дюймовых басовых драйверов, обращенных внутрь друг на друга и жестко соединенных мощными алюминиевыми анкерами со своими оппозитными парами в конфигурации, устраняющей взаимные вибрации. В итоге эти динамики излучают звук примерно из одной точки, что по заявлению производителя кардинально улучшает не только построение сцены, но и детализацию образов. В общем, да, сумасшедшие в хорошем смысле колонки, очень необычные и прорывные в этом скучном мире одинаковых прямоугольных столбиков. Ни на что не похожие колонки, как из фантастических фильмов, но которые можно заказать уже сейчас. Цена 92 с половиной тысячи долларов за пару. Начнем с анимационного пластилинового ролика американской рок-группы Seven Dust. В нем музыкантам приходится мочить инструментами зомби-мутантов, которые напились классных зеленых токсических отходов и хотят всех убить. В общем, рок всех спас в очередной раз. На самом деле нет, все кончилось. Плохо. 6 из 10. Теперь ролик альт-рокеров Balance and Composure, что с Пенсильванщины. Они предлагают нам вкусить очень простой и довольно приятно снятый трешечок с картинами одноэтажной Америки и небольшой загадкой. Ролик не хватает звезд с небес, но в целом найс. 5 из 10. Не самое крутое видео, но просто отличная вещь моби Walk With Me, исполненная обладательцей потрясающего голоса Марли Монро, известной как Lady Blackbird. Песня старая, но взята из грядущего альбома моби Resound NYC, который выйдет 12 мая 23 года на лейбле Deutsche Grammophon, друзья. Как можно понять из названия, это еще одна попытка Ричарда Мелвилла Холла переосмыслить свои лучшие вещи. Ролику даю 7 из 10 исключительно за звук. Ну и, конечно же, свежий клип The Heavy на песню Bad Motherfucker. Как же без него? Очень стильный, как и музыка The Heavy, видеоряд, в котором ничего интересного не происходит, но это тебе не мешает с удовольствием смотреть этот ролик, покачивая головой. 6 из 10. Прекрасный клип буквально на днях принесла нам группа, которая поделила всех любителей классического рока на два непримиримых лагеря – Грета Ван Флит. Лично я не фанат, но отношусь к ним с пониманием и уважением. Они дарят новые альбомы Led Zeppelin тем, кто хочет новых альбомов Led Zeppelin. Ничего не имею против. Парни делают все качественно, с уважением к эстетике 70-х, и новый клип это прекрасно демонстрирует. 7 из 10. Ну а для тех, кому олдскул не мил, новый клип хорошей молодой австралийской группы Girl and Girl, в котором вокалист дрожащим голосом рассказывает о боли и отчаянии расставания и немного о том, как горит дом. Хорошая песня. 7 из 10. Ну и «Вишенка» – очень веселый фильм ужасов шведской гаражной группы The Hives с нашинской Нивой в главной роли. Там творится полная дичь, которую даже как-то и описывать бессмысленно, но это все прямо очень хорошо у них получилось. 7 из 10. Начинаем, как всегда, с пластинки недели. Чтобы поучаствовать в розыгрыше этого альбома, проходите по ссылке в описании его в контакт стереозоны. Каждую неделю счастливчик получает свою пластинку. Возможно, на этой неделе им станете вы. Пластинка недели у нас сегодня – Love You To Beats, седьмой студийный альбом микрогруппы No Man. Это даже не группа, а, как говорит Википедия, арт-поп-дуэт певца Тима Боунеса и Стивена нашего Уилсона. А это имя, как вы знаете, определенный знак качества. Если почитать описание диска на сайте стереозоны, то можно узнать, что на сегодня это последний их альбом. Он вышел в 2019 году. Он состоит из двух пяти частных песенных циклов и был описан как хроника последствий отношений с разных точек зрения. В песнях каждая часть называется бит или кусок. В музыкальном плане альбом представляет собой возвращение к более электронному и ритмичному звучанию ранних альбомов группы, но в то же время включает в себя концептуальные и органические элементы, которые перекликаются с подходами, звучавшими на более поздних релизах группы. На мой взгляд, альбом действительно любопытный. Он не тяжелый, но очень творческий, я бы сказал. Шесть из десяти ему дам. Ну и звук там, конечно, супер. Это же Стивен Уилсон. Для составления сегодняшней подборки я прошелся по всем доступным общественным плейлистам с новейшей рок-музыкой. Это было нелегко, потому что оказывается, что термин «современная рок-музыка» гораздо шире, чем я мог предполагать. В общем, перед вами то, что я фильтровал из приблизительно 150 треков в течение около семи с половиной часов. Начинаем плейлист с нового сингла нью-йоркчанина Дэниела Рокко, известного как «Дес Рокс». Хороший, бодрый стадионный трек с длинным вступлением, зато не без отсылок к старым рок-группам. Это прямо то, с чего можно начать утро. Семь из десяти. Следующая новинка от прекрасной британской группы «Тайгер Клаб». «Свун» не такая разгоняющая тоску вещь, как вещь «Дес Рокс», и кажется вначале меланхоличной. Но вскоре оказывается, что эти парни тоже не без придури, и они не прочь немного пошуметь. Шесть из десяти. Ну и сразу вам чётенькая вещь «Mime the End» от талантливых лондонских панк-рокеров «Fell's Heads». Отличный свежий боевик, не очень быстрый, в меру тяжёлый, с очень сочными рифами и немного тревожным вокалом Люка Гриффитса, изображающего конец. Семь из десяти. Теперь вещь от певицы «Луна Аура», которая формально не совсем рок-певица. Она делает что-то, что некоторые называют «Пауэр Поп». Однако вещь «Мани Бэк» — это очень бодрая песня с абсолютно роковыми вайбами, которым позавидуют иные хардрокеры. Просто отличный трек. Семь из десяти. Еще одна новая песня нам стала доступна из грядущего альбома «Rival Sons». Напоминаю, что он выйдет уже совсем скоро, 2 июня. В целом, ничего из ряда вон, но вас ждёт качественный, сочный, в меру тяжёлый калифорнийский блюз-рок. Шесть из десяти. Хороший новый трек прилетел от британских рокеров «The Pale White», от которых, кажется, пару лет ничего не было слышно. Новый сингл «How far can you push a man» описывает маниакальные мысли, возникающие в 5 утра у солиста вледно-белых Адама Хоупа в момент его пробуждения от регулярно срабатывающей соседской сигнализации. И мы его негодования, конечно, все разделяем. Шесть из десяти. Прекрасный постпанк «Мрачняк» выпустили детройтские стариканы «Протомардер». Мне они нравятся тем, что всегда балансируют на грани с экспериментальной музыкой, но почти никогда они уходят в крайности. В общем, трек достаточно странный, чтобы не быть мейнстримом, но в то же время вполне мелодичный и понятный, чтобы не скатиться в какафонию. Шесть из десяти. Очень классная независимая австралийская группа RVG выпустила небольшой EP под названием «Мозговые черви». Мне кажется, что альбом с таким названием, ну, просто непростительно пропускать. Ну, по крайней мере, вещь Midnight Sun точно. Теплый, свободный австралийский ракешник с брызгами Бонди Бич сейчас никому не повредит. Семь из десяти. Ну и в финале новая вещь Foo Fighters, вышедшая пару недель назад, но которую я заметил только сейчас. Многие, наверное, уже от нее успели устать, но я слоупок, поэтому извините. В общем, Rescued – это, конечно, откровеннейший самоповтор, но пока это мне нравится намного больше большинства того, что делают другие старые заслуженные группы. Дэйв Гролл, кажется, все еще не устает делать то, что он делает, а я все еще чувствую дыхание жизни в его песнях. Семь из десяти. Каждый из нас оказывался в ситуации, когда внезапно приходится что-то делать, а ты для этого, ну, слишком крутой. Типа работаешь и думаешь, «Черт, я же телескоп Хаббл, который используют, чтобы подсматривать за соседями из дома напротив». Ладно, не самая лучшая аналогия. Давайте возьмем привычный электронный микроскоп и будем им забивать гвозди. Так нагляднее. Но вернемся к нашему сегодняшнему герою, которого угораздило попасть на какой-то детский утренник в качестве барабанщика, да еще и нарядившись в ростовой костюм. Представляю все более отчаяние этого парня. И, кажется, ничто не предвещало беды, но когда ты слишком хорош для этого дерьма, случается то, что должно случиться. В общем, смотрите сами. А у меня на сегодня все. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok